эта история началась еще в глубоком девяносто третьем году наши коллеги ребята вот как бы илья дюринский они как бы нашли этот самолет еще в девяносто третьем году и пытались тут всякими ну своими силами средствами там пытались его поднять нам строили вот такую опалубку вот такой чистокол ставили у них в тот год не получилось ничего сделать потому что опалубку давлением торфа просто ее снизу сдавила им пришлось работы прекратить они тут получается они жили здесь два месяца им помогала очень много ну солдаты помогали ведрами то есть в те года там было до несколько попыток там они в 2011 году что мы монетку нашли здесь 2011 года кто-то выронил или специально бросили чтобы вернуться но получается так что не сумели в те попытки как бы в те годах то есть какие-то большие фрагменты достали там фюзеляжа там какие-то вот останки тоже пилота попадались потому что ну как то с войны которые ребята тут тоже как бы много бегала не только с глубины доставали останки то есть это по-любому принадлежат пилоту самолет был подбит как она зенитной артиллерией противника о чем говорят у нас фрагменты как бы мы для музея собираем остатки как вот как бронелисты вот эти есть кусок фюзеляжа который просто весь пробит осколками шрапнели вот снарядов да и у самолета был не первый боевой вылет о чем говорят тоже есть пробоины и они заделаны заплаточками все на заклепочках и покрашена то есть эти фрагменты у нас хранятся для выставки вот и как которые будут подыматься тоже там некоторые запчасти будут консервироваться и для музеев по предположению один это был ил-2 одноместный это был одноместный самолет за прошлой экспедиции у нас также с глубины вы мы нашли фалангу пальца и часть руки лучевую кость вот в эту экспедицию уже ребята также вот перебирают как вот ну все каждую веточку отдельно вот руками перебирают еще нашли еще одну фалангу пальца и половинку челюсти хвост опа смотрите бобры таскай бобры елки-палки вот это пилот это вторая ответ ответа не не было 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 это самое вот другая лучевка как бы есть да мы еще помпа закачала плечо плечо был это не не трута вот а там внизу мы докопались уже до песка и просто уже ногами стоим на фрагментах бронекорпуса самолета лучше не загадывать будем надеяться что она увенчается успехом все-таки к нам патриоты придут и помогут как вы сделаете новую опалубку выкачать снова этот торф и будем надеяться что мы все-таки попытаемся поднять потому что от песка надо еще два метра два с половиной вниз в песок уходить общая глубина составляет ну порядка семи-восьми метров пока нет пока не есть номера на бронекорпусе на отдельных запчастях но это все сборочные как ну как как говорится у нас каталожные номера чтобы нормально собрать самолет при сборке там на одном фрагменте у нас есть даже кто-то расписался фамилия так же как на том винте в вологодской области вот есть фамилия до видач человека который собирал самолет вот сиденье пилота вот мы вчера достали но она так присосалась за время за 70 лет она засосала его в этот плывун что доставая машину новой машиной тянули лебедкой машина встала на два передних колеса то есть задние колеса оторвались от земли